Музей-заповедник С тех пор его территорию кошка не покидала. Возраст у дамы почтенный – примерно 18 лет. Когда наша сотрудница Марина вышла из декретного отпуска, когда у нее родился сын, и она говорит, в каком это году было и сколько должно быть лет нашей кошке. Новая коллега получила кличку Сима. Прижилась быстро. Свою еду и кровь хвостатая с самого начала зарабатывала честно. По молодости охотилась на мышей. Смотритель музея-заповедника Марина Крылова с улыбкой вспоминает – с такой работой кошка справлялась на отлично. Охранники говорят – прекратите ее кормить, она у вас совсем перестала ловить мышей. Сима посмотрела, ушла, через минуту вернулась, положила к ногам охранника мышку и демонстративно пошла. Все. Мы больше никогда не будем говорить, что ты у нас совсем не ловишь мышей. Сима за годы жизни в историческом месте уже может считаться настоящим сотрудником, шутят здесь. Ведь кошка не пропустила ни одно рабочее совещание. Всегда в первых рядах. Выбирает самое лучшее место, садится и сидит. Мы совещаемся, она сидит, слушает. Все, совещание закончено. Первый, кто уходит – Сима. Я первая пришла, я первая ушла. У детей и взрослых пушистый музейный работник вызывает восторг и умиление. Сима давно стала символом усадьбы. С ней фотографируются, ее гладят. А сотрудники не раз убеждались в способностях кошки предчувствовать события. Если она неожиданно вскочила и побежала, значит, где-то чего-то скребется, где-то чего-то произошло, и она хочет узнать, выяснить. Сейчас Сима, можно сказать, на пенсии. Она стала меньше бегать, больше лежать. Для нее даже выделили специальные места для отдыха. За здоровьем кошки тщательно следят ветеринары. Музейные работники свою любимицу отдавать никому не собираются. Ведь она уже давно стала еще одной достопримечательностью музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина.